ПВЗ Дичь приветствует вас на последнем четвертьфинале четвертого турнира Дичи. Время летит быстро и вот не успели мы начать этот чемпионат, как уже заканчиваем первый круг. Не буду долго тянуть, быстренько напомню вам про свой телеграм-канал, где вы можете первыми узнавать все новости о моей маленькой Дичь-Империи, а также там гораздо легче со мной коммуницировать. Поэтому подписывайтесь и не забывайте, что превью можно заказать у моего дизайнера. Ссылки на все ресурсы в описании и закрепленном комментарии. Ну а теперь мы переходим к битве сумеречного Фасаби и Электроблокали. Вторая подряд битва с участием теневых растений. В прошлый раз был теневой горохострел и команда с ним между прочим вышла в полуфинал. Сегодня у нас сумеречная метательница. Посмотрим, поможет ли очередное теневое растение своей команде пройти дальше по сетке турнира. В конце прошлого четвертьфинала я сказал, что эта битва скорее всего будет ровной, но когда я начал записывать материал, то обнаружил, что главный минус данной команды отсутствие растений с по-настоящему сильным уроном. С одной стороны, вроде бы суммарно у них сила атаки скорее всего относится к средней категории, но если у вас средний урон, то должны быть вспомогательные скиллы, которые этот средний урон бустят. Например, уже упомянутая команда с теневым горохострелом тоже не обладала уроном выше среднего, но у них было такое количество стана, что они легко успевали разобраться с очень крепкими зомби. В команде же с метательницей удивительно, но особых скиллов почти нет вообще ни у кого. Они, конечно же, есть, но не те, что помогут против самых обычных, но крепких зомби, что в итоге и подтверждается уже в первом раунде. Но пока не будем списывать эту команду со щитов, все-таки скиллы у них имеются, и они могут проявиться в самых неожиданных испытаниях. А пока 0 баллов. В команде электроблокали, напротив, есть как минимум одно растение, у которого с уроном все в порядке. Не просто в порядке, это настоящий кошмар для любого самого прочного зомби. Я, конечно же, говорю о электроголубике. Минус ее состоит в том, что она атакует не всегда самого прочного и опасного мертвяка. Сейчас вот команде, в принципе, повезло. Она атаковала не конуса, а ведроголового. Я думаю, что при наличии блокали голубика успеет перезарядиться и даже не один раз. Но ей не пришлось делать это больше одного раза, потому что она выбрала своей второй целью кирпичеголового, а с оставшимся менее прочным мертвяком справились остальные два растения. Счет 3-0. Второй раунд и появляются роботы. Боюсь, что и в этом столкновении данная команда растений не сможет выстоять. Ибо суммарная прочность у этих зомби, несмотря на то, что их 3, а не 4, все равно больше, чем у базовых мертвяков из первого раунда. Да, вы можете мне сказать, что сквознецис тоже станет, но если сравнивать с командой теневого горохострела, то мне кажется, даже один горохострел станет лучше, ведь он применял этот эффект сразу ко всем противникам, а сквознецис парализует только одного врага. Протектора все-таки удалось разбрушить вместе с его щитом, но подошедший следом меха-футболист успел совершить первый толчок. И хотя хлыст васаби без остановки лупит машину, этого слишком мало. Меха-футболист выбрасывает и второе растение. Тут можно увидеть забавный косяк анимации стреляющего и одновременно ультающего сквознециса. Я даже сегодняшнее видео начал с подобной картиной, только там был лазерный боб, который в одном из сражений также вылетел с лужайки. А как себя проявит команда Электроблокали в этом бою? На самом деле, я думаю, что очень даже хорошо. Может даже отлично, если голубики будет вести с выбором цели. Так как самый опасный противник здесь любитель потолкаться, то желательно его первым и уничтожить. Электросмородина готова к первой атаке и ей действительно везет. Она первой же тучи уничтожила именно меха-футболиста. Ну и кто теперь из роботов успеет прорваться через Блокали до того, как его настигнет очередная грозовая туча? Ответ – никто. Ужасное начало для первой команды. Но может хотя бы здесь они выступят лучше. Все-таки старикашки с черепами совсем дряхлые ребята, и данные три растения могли бы их прикончить. Однако тут есть газетчик, который как раз отличается прочностью, да еще и скоростью, когда ему рвут газету. И именно этого-то и стоит бояться. Тем более, что один из черепов спалил васаби в момент, когда разъяренный газетчик рванул вперед. Ему удалось оторвать конечность, но даже так он все равно успел сожрать всю растительность на своем пути. Кошмар продолжается. У команды электроблокали есть шанс сделать отрыв в девять очков уже после трех раундов. Для этого эти растения должны одолеть не самый сложный коллектив зомби. Даже один кактус тут может успеть пронзить всех старикашек. Нужно лишь придумать, что делать с газетчиком. Ответ был найден мгновенно. Голубики снова везет, и она выбрала целью именно читателя. Но если подумать, то может быть наоборот и не повезло. Если бы голубика уничтожила старикашку с черепом, то команда не потеряла бы блока. Легить газетчик вряд ли бы успел его сгрызть. Хотя и тут не факт, выстрел там был не один. В общем, диспоте не обошлось, но все равно два балла команда заработала. Не припомню, чтобы какая-то команда так же слабо начинала битву. Можно даже было подумать, что сейчас все станет еще хуже. Но вот против импов у сквознециса есть очень крутой скилл. Все мелкие зомби сдуваются этим цветком независимо от того, сколько у них хп. А еще он вышвыривает даже сиамских близнецов, и они не могут разъединиться. В общем, тут эта команда должна сказать спасибо сквознецису. Наконец-то они взяли 3 балла. Смотрим за второй командой. Некоторых импов, вроде уменьшенных лети и дракончиков, должен прибить кактус. С цирковым импом в шлеме будет посложнее, но за счет блока ли его тоже должны успеть добить. А что делать с сиамскими, пока непонятно. Можно их уничтожить разрядом молний до разъединения. Либо потратить две тучи на этих негодников уже после их перепрыгивания на фланге. И это не самая простая задача. Первая тучка пошла не туда, куда нужно, и уничтожила дракончика. Ждем вторую и надеемся на везение. Но, к сожалению, для этой сборки импы успели рассредоточиться, и туча прибила только одного близнеца. Есть еще шансы, что голубика успеет созреть еще раз, и она должна атаковать именно второго близнеца. Но в итоге она даже созреть не успела, не хватило буквально доли секунды. В общем, тут случилась потеря трех баллов. Неожиданно верхняя команда сократила отрыв сразу на три очка. Хотелось бы, чтобы команда сумелечного васаби вдруг возродилась из пепла, как феникс, и вернула интригу. Но тот факт, что впереди раунд с факиром, говорит нам о том, что из пепла эта команда будет не возрождаться, а наоборот в него превратиться. Ну что они могут противопоставить огнедышащему врагу? Атаку исследователей с факелами еще куда ни шло можно отбить, но вот факир сжигает растения издалека одно за другим. Тут ничего с ним не поделаешь, он один спалил всех трех участников битвы. Нельзя сказать, что команда электроблокали в безопасности. У них тоже может все закончиться очень печально. Однако капуста на передовой не так-то проста. Ее факиру не удается сжечь одним залпом. Эта заминка стоила ему жизни, потому что голубика выбрала своей целью именно его. Казалось бы, самого опасного врага удалось уничтожить без потери. Но, к сожалению, для этой команды они не успели убить обоих факелоносцев. И второй все-таки добрался до блокали и лишил команду одного балла. Но все же я всегда говорю, что два балла в таком раунде это хороший результат. Испытание кучи куриц, которых любезно предоставил нам Куровод. Вот только в случае с командой сумеречного васаби Куровод как раз ничего нам не предоставит. Ибо выброс пернатых не происходит, если убивать Куроводу сквозницицам. В общем, эту команду растений спору переименовывать в его честь. Ведь все набранные очки ей принесло именно это растение в одиночку. В команде с блокали за фланги отвечает голубика. Но вы же понимаете, что ее туча убивает только по одной цели. Так что против куриц она не годится. Блокали здесь тоже немного попытался осложнить курицам прорыв. Но его ударной волны не хватило на всех. Снова первая команда набирает три балла именно там, где вторая не может набрать ни одного. И таким образом опять отыгрыш сразу трех очков. Скорой подряд раунд с птицами. И знаете что? Здесь снова сквозницист берет бразьбы правления в свои руки. Он один ликвидировал всех трех попугаев, которые им являлись основной угрозой. Хотя в случае с данной командой, может быть и сами пираты тоже несут в себе опасность. Нужно досмотреть битву до конца и убедиться, что капитаны тоже будут уничтожены. Один готов, осталось еще два. Все-таки, несмотря на мои опасения, суммарного урона этих растений хватает для расправы над пиратами. Ну все, команду я теперь точно называть буду командой сквознициста. Теперь черед команды электроблокали. Попугаи без промедления летят к первому растению, но на подлете все-таки вынуждены застыть. Немного повисев в воздухе, они взмывают в небо и утаскивают блокали. В это время первому капитану тоже приходит электрический пипец. Пираты в ожидании возвращения одной птицы и нового захода к левомордах. А растения в ожидании перезарядки голубики. Одна птица оказалась немного расторопнее и полетела на захват второго растения. Ей даже удалось сцепиться когтями, но голубика перезарядилась и сама себя спасла. Здесь не обошлось без удачи. Однако, как бы ей не везло, второго попугая уже точно не убить тучей, а картус не смог прикрыть голубику. Теперь ему предстоит сразиться сразу с двумя зобби в одиночку. Пиратов он в итоге доколол своими иголками. Один балл он сохранил для команды. И все же сквозницист еще отыграл два очка. Посмотрите, не так все и плохо. Может быть нас ждет прелом в битве и сейчас эта команда воспрянут духом и рванет к победе. По крайней мере отбивающие зомби ей должны быть по силам. Шут не может отбить воздушные атаки сквознициста и даже некоторые снаряды метательницы тоже детонируют, потому что падают в момент, когда Шут застанет и не может их отбить. А тут еще Васаби в дело вступает и все становится совсем хорошо. Два главных отбивателя уничтожены. Из катапульта у нас только метательница, так что остальные два растения добивают мисс Зонтик. Что можно сказать о второй команде? Здесь мы увидим, что Шут отбивает иголки, а больше-то его и никто и не атакует до тех пор, пока голубика не зарядится. Да и то не факт, что жахнет тучей по нему. Но вот приблизившись к Блокали, Шут получает ударную волну, которая его парализует. Теперь даже иголки ему наносят урон, а тут еще и туча прилетает все-таки в него же. Остальные два зомби приблизились и оказалось, что копатель не может выкопать Блокали. Стучать лопатой ему придется долго, так что оба этих зомби обречены. Если уж не на смерть от иголок, то от электричества точно. В этом раунде обе команды набрали по 3 балла. Как насчет стана? Вот здесь-то, мне кажется, белая полоса для команды Сквознециса закончится. Все-таки для победы над этими зомби нужно иметь более мощную атаку, ну или какие-то хитрые способности. Таковых у этой команды нет, и Васаби уже превращен в овечку. Тут же охотник начинает литовать, снежки летят один за другим, и все три в бедолагу Сквознециса. Очень иронично, что именно команда с растением, которое может расплавить лед, в итоге потеряла одного участника именно из-за заморозки. Теперь очередь выходить из битвы уже для метательницы. Мои опасения подтвердились, станущие зомби обезвредили всю команду растений. Для второй команды есть хорошие новости с самого начала. Во-первых, голубика может убить мага в любой момент и снять проклятие с растений, которых тот проклянет. Во-вторых, кактус достает все того же мага даже за спинами других зомби. Так что все, кто будет превращен в овечку, скорее всего будут иметь второй шанс. Хотя на этот раз голубике не повезло, она уничтожила не мага, а охотника. Но в любом случае, шансы на то, что Блокали будет освобожден, довольно велики. Голубика почти созрела, но и зомби готовы ее застанить. Электрическое растение на долю секунды опередило мага и грохнуло именно его. Окта зомби ничего не осталось, кроме как тянуть осьминога на вновь вернувшегося Блокали. Таким образом и голубика, и катус по-прежнему в строю. И с ними так Окта в одиночку не успеет разобраться. В общем, тут три балла. Не хочет нижняя команда терять лидерство. Раунд с дискозомби и быком. Честно скажу, не люблю я это испытание. Постоянно приходится ждать, когда эти летуны долетят до косилок. Побеждают их редко, а летят они медленно. Дать бы им снова по балде арбузом. Жаль, что его нет в этой команде, хотя метательница бывает даже не хуже, а может даже и лучше. Но в любом случае, одной ей здесь не справится, хотя она очень упорно сопротивлялась. Несколько дискозомби она убила еще на середине лужайки. И даже вторую волну этих рыжеволосых любителей дискотек она прибила у самого края поля. Но дискотрона убить быстро не удалось, и он постоянно пополнял свою армию лачкариков. Поэтому с третьего захода им все-таки удалось добраться до косилок. И то только до одной. В общем, респект нем не тательницы, но поражение есть поражение. У второй команды дела здесь будут даже похуже. Голубика просто физически не успеет столько раз перезарядиться. А ведь это еще нужно, чтобы она атаковала исключительно дискозомби по флангам. Блок или их может на пару секунд попридержать, но разве это можно назвать существенной помощью? Конечно же нет. Про БК я вообще молчу, тут основные действующие лица это дискозомби. И чтобы не растягивать, давайте просто убедимся, что они прорвались. Будь они неладны. В общем, никто не набрал ни одного балла. На очереди римский раунд. И он тоже не отличается каким-то захватывающим экшеном. Здесь мы просто наблюдаем за обстрелом зомби, и зачастую их удается просто взять грубой силой. Но так как у команды сквозницы со силой как раз не очень-то и грубая, то здесь могут быть сюрпризы. Медуза успешно прикрывает всех своей статуей и продвигается вперед. Урон получает только слишком расторопный легионер со щитом, который выходит за границы оборонительного рубежа каменного изваяния. Но, как говорится, отряд не заметил потери бойца, и Медуза продолжает свою экспансию на лужайке. Хиллер тоже немного приложил свою руку, и все эти детали сложились в довольно опасную для растений ситуацию. Сначала я стал опасаться того, что Медуза просто-напросто может задавить васаби статуей. Но чуть позже статуи все-таки разрушили достаточно, чтобы из нее выбрался легионер и пошел своими ногами. Вот тут уже появилась угроза обычного съедания растений. Вы ведь помните, что в первом раунде базовые зомби съели всю команду. Кирпичеголовый это тот же легионер из статуи плюс, и еще и Медуза ему в помощь. В общем, все действительно очень плохо обернулось для команды сквозницыса. Сначала был съеден васаби, без него недолго простоял сквозницыс, а доесть метательницу было делом времени. В отличие от первой команды, сборка с голубикой может уничтожать зомбарей любой прочности. Правда, зачастую по одному. Здесь нужно будет просто как можно дольше задерживать мертвяков, с чем отлично справится Блокали. А уж голубика доделает все остальное, методично убивая зомбарей одного за другим. Может даже кактус тоже прикончит какого-нибудь щитоносца или хиллера. Именно врач стал первой жертвой. Дальше один из легионеров закончил гитву на щите, осталось еще два и Медуза со своей каменной поклажей. Уже сейчас я не представляю, что зомби могут прорваться, тем более, что статую теперь толкать некому. Блокали с щелчком своих створок обезглавил второго легионера. Команда врагов совсем осиротела. Жаль, что голубика выбрала своей очередной целью статую, а не шагающий щит. Иначе каменная скульптура сама развалилась бы после смерти последнего зомби. А так пришлось немного еще подождать. Но в любом случае, легкая победа. Отрыв снова становится серьезным. А вот этот раунд напротив частенько несет в себе не только экшен, но и бывает наполнен дичью. Это вообще одно из самых интересных испытаний. Начинается все с того, что рыбак подтаскивает васаби, и я думал, что кнут успеть сбить с волны серферов. Но не вышло. Васаби был потоплен. А один из серферов, в свою очередь, добрался до суши. Правда, его тут же прикончили, но он забрал с собой сподницис. Осталась одна метательница. А у зомби, кроме рыбака, еще и все водолазы в строю. Хотя и без них рыбак утопил бы последние растения команды. Тем более, что воткнутая доска сокращает количество требуемых забросов удочки. Да и в последний раз можно было тоже не бросать удочку. Метательницу съели выползшие на сушу подводники. Смотрим за второй командой. Тут очень и очень нетипичная ситуация. Блокали из тех растений, которых с места мало чем можно сдвинуть. Например, спиннинг рыбака абсолютно бесполезен против этого растения. Таким образом, пока вся команда в безопасности. А теперь внимание на застывшего в воздухе серфера. Ну это уже просто какая-то комедия. Правда, совсем скоро она превращается в трагедию. Один из серферов лихо втыкает доску в блокали. И вся оборона рушится как карточный домик. Теперь рыбак легко может подцепить оба растения. Сначала он принимается за голубику, которая приближает к воде сразу на две клетки из-за воткнутой доски. А тут еще и досок теперь в песке две. Соответственно, кактус пролетает сразу на самый конец пляжа, где ему приходится демонстрировать свой ген осторожности. Хоть он и пощекотал ласты водолазу, но пользы от этого ноль. И после того, как массажные процедуры закончились, кактус вылез из укрытия и был потоплен. Нет, ну это не раунд, а сказка, сколько всего тут происходит. Хотя команды явно этому не рады, обе по нолям. Начинаем проверку обороны тыла. В команде Сквознициса основную роль должен сыграть Васаби, который умеет разворачиваться и бить в обратную сторону. Вот уже первый динозомби летит на другой конец лужайки, а в компанию к нему также спешат два старателя. Васаби почему-то принимается именно за последних, игнорируя конус. Тот же, в свою очередь, уже добрался до Сквознициса. К сожалению, удары Васаби не настолько сильные, чтобы успеть перебить всех зомби до того, как они сожрали два растения. Но все-таки один балл кнут сохранил. Команда Блокали применит тактику, которую мы уже видели в прошлом четвертьфинале. Там теневой горохострел спрятался под землю, подождал, когда зомби прилетят и отойдут вперед, а затем перестрелял их в спину. Здесь роль горохострела сыграет кактус. Сейчас он, как в раунде на пляже, делает массаж ступней мертвякам. Но это лишь отвлекающий маневр. Стоит мертвякам сделать пару шагов вперед, и они столкнутся с большими проблемами. Голубику команда теряет, но вот затем Блокали встает в оборонительную позу, а кактус начинает обстрел сзади. Не пойму, вроде зомби должны были атаковать с тыла, а выходит, что это кактус их бьет сзади. В общем, Блокали отлично задерживает зомбарей с обоих сторон, а его колючий товарищ беспрерывно нашпиговывает обоих зомби своими иголками. Хочу обратить внимание на то, что тень от голубики почему-то не исчезла. Давайте вы в комментариях опять мне объясните, что это за феномен. У меня идей на этот счет нет, я как всегда спешу это на очередной ПВЗ дичь. А тем временем зомби медленно, но верно перебиты. Эта команда заработала на один балл больше соперников, и отрыв снова чуть-чуть подрос. Снова у нас огромный отрыв за три раунда до финиша, но теоретические шансы команда Сквознециса на победу до сих пор имеет. Для этого ни в коем случае нельзя проигрывать дуэту фокусника и его подручного клоуна. Но прямо сейчас вы можете видеть, что клоун телепортирован на крайнюю нижнюю полосу, а это значит, что никто из этой команды растений его не достанет. Это самый настоящий гвоздь в крышку гроба этой сборки растений. Теперь команде Блокали не обязательно побеждать даже этих зомби, но для Голубики это видимо дело принципа. Иллюзионист достает свою волшебную палочку и телепортирует клоуна опять на ту же самую нижнюю дорожку. Голубика могла снять вопрос об исходе раунда прямо сейчас, но выбрала своей целью самого фокусника, а не его помощника. Теперь нужно успеть перезарядиться и выпустить вторую тучку. Учитывая скорость клоуна и расстояние до косилки, задача кажется вполне выполнимой. Что в итоге и подтвердилось. Голубика затащила этот раунд самостоятельно. А трев становится неотыгрываемым. Снова у нас два последних раунда ничего не решают. Как и два предыдущих четвертьфинала, этот я доведу до конца, несмотря на отсутствие интриги. Правда на этот раз рекорд уже никто не побьет. Максимум баллов, которые может набрать команда Электроблокали равен 33. А рекорд в прошлом четвертьфинале установила команда Теневого Горохострила на отметке в 40 баллов. Так что единственная причина, по которой я сниму два оставшиеся раунда, это надежда на то, что сумеречный васабик громко хлопнет двери перед вылетом. Для этого желательно бы справиться с Гаргантюа. Но учитывая, что наибольшие угрозы этой сборки растений несут именно прочные зомби даже без каких-либо скиллов, то мне кажется, что Гаргантюа их без проблем всех троих передавит. Одного бойца он уже размазал, кинул импа и отправился за вторым. Естественно, сквозницис тоже был раздаврен. Ну и у метательницы немного шансов. Короче, этот раунд мимо. Голубика уже участвовала в одном из турниров, и кто его внимательно осмотрел, те знают, что будет в раунде с Гаргантюой этой командой. Да, это электрическое растение выпустит первую тучку, и ее будет достаточно для уничтожения монстра. Легчайшие три очка. Ну что ж, последний шанс для команды сумеречного васаби хоть как-то скрасить свое выступление. И надо сказать, что спам базовых зомби это то, что надо. Ведь мы знаем, ну по крайней мере те, кто смотрел мои видео о спаме, что даже одна сумеречная метательница может здесь выстоять. Поэтому в этом бою данная команда зарабатывает наконец-таки все пять из возможных баллов, и на этом завершает свое выступление в чемпионате. Что нам известно о второй команде? Нам известно, что кактус не справится в одиночку, как не справится и голубикой за долгой перезарядки. А что же Блокали? А Блокали я, оказывается, в видео про спам не проверял, посчитав его оборонительным. И вот это было зря, ибо Блокали своим ударом в створок еще как годится для уничтожения десятков слабеньких зомби, что мы с вами и можем лицезреть прямо сейчас. Не знаю, справился бы он без поддержки товарищей, но вот с тучами голубики и колючками кактуса все идет как по маслу. Зомби остается совсем немного, и их вообще уже можно добить одними тучами или иголками. В принципе так и происходит, но отметим, что основу обороны здесь сыграл именно Блокали. Обе команды справились с последним заданием, и итоговый счет у нас 33 на 18 в пользу Электроблокали. Теперь мы знаем имена всех полуфиналистов турнира, и стоит отметить, что все четыре команды, вышедшие в одну вторую финала, оказались действительно сильнейшими. Никто из них не набрал меньше 33 баллов. Это очень круто и по-моему максимально справедливо. Пусть и в некоторых четверть финалах случались разгромы, но зато полуфиналы должны получиться жесткими и упорными. В первом полуфинале сразится команда желтого ультамата и команда орешника. Раунды я постараюсь пересобрать, растением вероятно повыше уровень, поэтому должна быть максимальная интрига. Все для вашего интереса. Ну а на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, переходите в телегу и до встречи в следующей дичи. Пока!